Как провел-то сам Челябинский? Праздники-то или нет? А, новогодние? Да, 12 часов. Путина слушал? Да, обязательно. Какие традиции есть новогодние? Новогодние-то как? Ну, Новый год он как бы был всегда и до нас, и после нас будет. Новый год он есть, там снежок, поговорили, что-то вспомнили хорошее, поздравили знакомых, получили от них поздравления. А Шерова, как и праздников, много не бывает. Не бывает. Владимир, пойдем официально к елочке, там концерт поговорим хочешь. Привет, Владимир. Добрый день, добрый день. Ты как подарок под елочкой, я смотрю. Да. Слушай, у Арлы Борисовны Пугачевой были рождественские встречи, так? Ну да, конечно. А у тебя можно назвать Ашеровские, что ли? Ну я не знаю, об этом не думал, надо подумать. Ну смотри, у тебя в этом году будет юбилей. Есть, да. И у Раймонда Пауза тоже юбилей. Вы что, с ним договорились, что ли? Нет, договориться мы не договорились. Но потом у нас возраст не совсем одинаковый. Вот, ну вот так получилось. Вы отмечаете концертом, судя по всему, прямо. Ну да, да, да. Это песня Раймонда Пауза. Дело в том, что изначально это был концерт, как бенефис Алины Анищенко. Но потом он получил большое признание публики. Мы его повторяли раз, и вот сейчас, по-моему, второй раз. Еще раз. Там участвует много очень интересных людей. Екатерина Берсенева, Кристина Рыжковская. Кстати, если кто-то не в курсе, недавно получившая гран-при на всемирном конкурсе джаза. Поздравляем. Онлайн. Поздравляем ее. Потом Ольга Печерских, Екатерина Иванкова. Ну музыкантов достаточно известных там, Виктор. А, понятно, мужчинка. В общем, ты себя окружил женщинами, судя по всему, девушками. У Пауза тоже творческие союзы. И Пьеха, и Пугачева, Вайкуль, и Леонтьев, да? Да, да, да. А ты вот окружил себя вот таким вот коллективом. Ну, а те-то далеко. Мужчинки-то будут? Будут, будут. Будет Святослав Хазов. Ну и музыканты еще. В основном девушка у нас поет. Как сезон будет проходить? Чего новенького еще? Ну, у нас сезон очень насыщенный. Хотя немножко нас, конечно, всех немножко тормозит вот это все, связанное с ограничением зрителями и так далее. Ну, что делать? Вот, к этому как бы уже привыкли. Вот, у нас очень много интересного. Во-первых, у нас юбилейный сезон. У нас начинается вот сейчас январь с 31-го числа. У нас будет юбилей Одескостя Абдурахманом. Это много очень интересного придумаем. С Константином Урубинским, с участием оркестра, его учеников. Я думаю, что это будет интересно. Затем дальше получается мой юбилей в марте 14-го. После этого 19-го июня юбилей Игоря Алексеевича Ежова, духовой оркестр. Ну, если честно, это вообще, в принципе, весь этот год, это юбилей Челябинской филармонии. 85 лет. Мы готовим много интересных программ практически всех коллективов. Уральский дикселент, байстр аккордеон. И, в частности, вот мы взялись за программу российского рока. И вот собираемся делать такую интересную очень программу с участием солистов, оркестра и так далее. То есть я думаю, что это будет очень интересно. Историю вспомнил. Раймонд Валдемарович, когда был маленький, то его брали взрослые музыканты куда-то на какие-то концерты. А отцу оставляют записку. Взяли Раймонда, вернем в 12 часов. Мы сами не выполняем, а потом хотим, чтобы солдаты выполняли. А они на нас глядят, тоже не выполняют. Вот поэтому у нас такой бардак. Товарищ генерал, какой это человек? Это майор Грановский. Владимир, слушай, тебя вообще не остановить. И это хорошо. 22 января в 6 часов вечера продолжим. Так, подожди, Эмилий, куда ты? Еще же не вечер. Ага, именно так называется твой концерт. Увидимся. Доброе утро. Твой концерт.